Вот, ребята, пришло нам письмо. Долго мы ждали, когда нам придут письма. И вот, пришло письмо не от жоп-центра, а от социалов. Не понимаю, почему написано на русском. Сейчас мы вам всё подробно расскажем. Всем привет, ребята. Всем привет, ребята. Сегодня у нас пятница, выходной день, на курсы уже не нужны. Мы ходим, кстати, на курсы, может, кто-то не знает, с понедельника по четверг. Сегодня выспались, наконец-то. Я почему-то эти два дня вообще не высыпалась, спина болела. Такое непонятное состояние было. Ну, уже выспались. Хотели вам рассказать более подробно. Вчера мы выходили на улицу. С прогулки шли. С прогулки выходили и посмотрели в свой ящик. И нам пришло письмо. Мы, конечно, не думали. Мы думали, что то от жоп-центра письмо. Но когда поднялись домой, развернули письмо, открыли, посмотрели. От социала. И мы были просто шокированы. Ну, да. Но письмо именно на моё имя. Не на Настину. Мне пришло два письма. Что я должна деньги за социальное жильё, в котором мы жили. Вот. 373 евро. Потом там была написана одна персона. 119 евро. Но потом во втором письме, что я должна заплатить 373 евро. То есть даже... Ну, у нас в комнате жило три человека. Я, Настя и Наташа. Кстати говоря, та, которая собирается в Украину. Потом обратно, короче. У неё там своя история. Вот. И даже если по 119 евро я, Настя и Наташа, то всё равно сумма 373 не получается. Получается 350 с чем-то. Я не понимаю одного. Почему именно я? Реально. И там почему не пишут имя, фамилию людей? Написали просто номер комнаты, адрес нашего социального жилья. И всё. Я написала Наташа, записала ей голосовое. Говорю, у тебя такое письмо приходило? Ты в курсе вообще, что есть такой долг? Она говорит, нет. Она в шоке. Тоже она не знает. А я в шоке от того, что если мне скажут платить за нас всех троих. Я не понимаю вообще, почему так. И написано, что это письмо от 11 мая и что мы жили там до 10 декабря, да? Ой, января, какого декабря? А мы съехались в середине декабря оттуда. В начале января мы приезжали, забирали там два пакета стояло в коридоре. И ключи оставили. У нас здесь видео. И ключи оставили на кухне, как это делали все. Все, да, в нашем социальном жилье так все делали. Не знаю, я написала письмо в джок-центр, что я не понимаю, что мне с этим делать. Помогите разобраться. И как бы, ну как я могу с пособия заплатить 373 евро. Пообщалась с Кевином. Кевин сказал, что можно сделать рассрочку. Я буду платить каждый месяц определенную сумму, которая будет не такая масштабная для моего пособия. Но я все равно в шоке. Я не понимаю, почему именно мне пришло это письмо. Да, но социалы еще, как вы могли видеть, мы вначале сняли, перевели на русский язык, типа, что нужно это письмо отправить в джок-центр, пускай они пересмотрят это письмо. И я вот задумалась, если социал требует, что мы именно эту анкету отправили в почтовой ящик, в джок-центр, пошли там отправили, ну, закинули ящик, то может джок-центр все-таки рассмотрит это письмо. И, как бы, я надеюсь, что закроют сам эту сумму. Потому что многие случаи, когда я слышала, что беженцы, некоторые говорят на разных землях, кто-то сам платит эту сумму. Платят. Ну, платят, да. Кто-то должен платить. И вот, мы не знаем, будем ли платить, и кто вообще должен. А я. Ну, да, или Аня. Я же говорю, я когда зашла, говорю, Аня, мне не надо переводчик, я удивилась, там цена такая. Цена, сумма. Ну, сумма, да. И, как бы, не понять, за что, почему они не предупреждают беженцев, ну, реально. Мы не знали об этом. Почему они не говорят, что мы должны были платить за социальное жилье, и мы сейчас узнаем, уже сколько здесь живут, именно сейчас. Это очень странно, потому что прошло, во-первых, много времени, во-вторых, на протяжении всего времени, которого мы жили на социальном жилье, с нас не списывали ни за воду, ни за свет, ни за какие-либо другие коммунальные услуги. Я не знаю, почему так, и почему пришло письмо мне, а не пришло Наташе и Насте. Очень странно. Настя вообще, кстати говоря, была там зарегистрирована под именем Коптика, Ятника, что-то, короче, какое-то имя не понятно было. Да, у меня неправильно логер там, логеря, когда-то, я не знаю, ищут этого человека или нет. Ну, мы потом, конечно, когда там жили, наклеили имя, фамилию Насти, и ей письма приходили, потому что постоянно приходили письма на эту Ятнику, Коптику, и искали ее. Да, приходили в 8 утра, стучали дверь, я уже рассказывала. Выбивали дверь, я сказала. Где Коптика и Яника? Я им объясняю, что не существует такого человека, мне записали неправильно. Ты сто раз объясняли. Нет, они говорят, вот, она нам должна, она должна пойти, там, рентген, или что сделать. Да, там очень много всего. Кот, всякие письма приходят. Коль, Коль. Да, Коль, да. И до сих пор это, ну, реально обидно. Когда-то я просто Ане рассказываю, когда-то мы жили на, вот, в социальном жиле, жили с девушкой, и у нее дочка была. И она так в шутку, типа, говорит, а представляете, когда-то нам придется все-таки за социальное жиле платить сумму, как бы. Все может быть. Да, она говорила, что долго жить в социальном жиле нельзя, и там какой-то определенный срок дается на жизнь в социальном жиле. Вот. Ну, я уже все, я уже не буду говорить, говори сама. Нет, я просто вспомнила. Да говори сама, все, Ане, ничего. Вспомнила, что когда мы жили на социальном жиле, вот, мы жили в полицейском участке, другие жили люди в этих фургончиках, другие жили в школе. И когда мы ходили к, был еще волонтер, если я не помню, мы спросили, мы будем платить за социальное жиле, они говорили, что вот, полицейский участок нет. А другие, когда находились люди, например, в школе, они платили, да, они в то время платили за свет. Нет, но именно за наш полицейский участок говорили, нет, вы не будете платить. Как это понятно? Так просто при чем тут? Одно дело платить за свет, а другое дело, спустя время приходит огромная сумма на 373 евро. Ну да, понятно, что. Ни одной, я вообще не понимаю, так даже не расписано за что. Да, да. Просто они даже не пишут конкретно, почему эта сумма, за что, вот. Не, ладно бы у нас там были какие-то определенные сроки, что нам нужно выехать там до определенного числа, а мы там просрочили эти сроки и выехали позже. Но ничего такого не было, вообще не было. Да, мы остались самые последние на нашем этаже этого жилья, самые последние выезжали. Но, я не знаю, другим ничего такого нет. Ничего не приходило. И мне вот интересно, ребята, кто находится в Германии, напишите. Вам приходили такие вот письма за социал, когда вы жили в социальном жилье, что нужно вот заплатить? Так реально уже сколько времени прошло именно сейчас? Почему так поздно? Я надеюсь все-таки, что социал не просто так написал в письме, чтобы переправить джек-центр. Все-таки я надеюсь, что джек-центр рассмотрит и заплатит эту сумму. Но мне пока вообще ничего не отвечает. Потому что, как бы, на пособие, например, да, одному заплатить такую сумму, если ты там надолго... Нет, даже если в рассрочку, я просто не понимаю, почему. Мы до сих пор в шоке, мы не понимаем реально, что с этим делать. Ну, ладно, окей, заплатить. Но почему одна я, если жила на строе человек? Я не понимаю этого вообще. Потому что Наташа говорит, нет, мне письмо никакое такое не приходило. И как бы другие люди, с которыми мы с ними жили, они бы уже давно нам позвонили и сказали. Ну да. Сто процентов. Ну, как бы спросили, а вам такое пришло, я думаю, им было бы интересно. Не знаю, мне именно два письма пришло, ну, четко два мне на мою имя. Интересно, те люди еще живут на социальном жиле, будут они платить или нет? Там еще одни остались, женщина с Романом. Да, дай господи. Платят эти жилы. Там они будут жить всю жизнь, наверное. Ну, короче, мы вообще в шоке, непонимание, что с этим делать. Ну да. Наверное, все-таки, да, надо отправлять, ехать это письмо, закинуть в жоп-центр. Ну, сегодня уже пятница. Ну, я им отправила фотографии, как бы, ну, двух писем. Когда отправила? Ну, вчера. Позавчера мы... Или позавчера? Позавчера мы шли с прогулки. А, позавчера перепутала. И в ящики взяли эти два письма, а вчера на курсах утром я им отправила. Вот так, по-моему, было. И сегодня уже два дня, как бы, вчера они могли... Ну, они обычно долго отвечают. Это может затянуться и на, не знаю, на неделе-две-полторы, где-то так. Сейчас еще праздник будет в понедельник. Вот. Кстати, напишите, какой будет праздник. Да, кстати, не знаю, выходные постоянно. И ребята, русскоговорящие немцы, напишите, пожалуйста, за что может быть такая сумма, и действительно ли придется ее платить, и как вообще правильно с этим всем поступить. Вот. Это очень будет важно, потому что, ну, действительно, сумма не маленькая для пособия. Это практически все мое пособие. Я не знаю, такое я много расстроена, потому что, ну... Да, откуда про деньги сейчас придется? Ну, я думаю, они понимают, что с пособия это нереально все заплатить. И, скорее всего, будут делать рассрочку, но, опять-таки, я просто не понимаю, почему именно я и за что такая сумма. А меня сам больше раздражает, почему они не предупреждают людей там? Почему они не говорили, что это такое вообще? Не знаю, очень странно. Очень все подозрительно, странно. Кто за это отвечает, социальное жилье, мне интересно, что там суммы такие. Ну, письмо именно от социала пришло, не от джок-центра, а от социала. Ну, может, я надеюсь, что социал ждет, что все-таки джок-центр покроет сумму и все. Надеюсь, конечно. Так просто спустя такое время, получается, сколько уже прошло времени? Это уже много, когда мы с декабря в начале будем. Декабрь... Пять месяцев прошло. Да. Я не знаю, ребята. Просто реально... Что воно будет? Пришло время платить по счетам. Определенно. Это так. Да, немножко раздражает. Я же говорю, типа, почему другие люди, например, не платят, другие платили. Платили в то время, когда жили. Вот это я еще понимаю. Это правильно. А почему здесь вообще какая-то непонятка? Вот через пять месяцев приходит письмо. Ну да, за что мы не живем. Определенно Ане, даже не людям, которые с нами живут, что вы должны заплатить такую огромную сумму. Это несправедливо и непонятно. Хочется разобраться. Надеюсь, пятница сегодня уже бессмысленно им письмо отправлять. Поедем в понедельник, может, да? Скорее всего, надо по-любому уже отправлять. Ну, я же говорю, по электронной пока отправила, пока этот... Ну, они молчат будут. А на выходные, может, съездим и закинем, а на неделе, может, ответят, не знаю, после понедельника что-то. Ну, по-любому придется им отправлять. Такое. В общем, мы за О2 у меня еще не списали деньги, поэтому будем пользоваться ими, потому что реального продукта уже нет. Что мы покупали, не знаю. Рыбные палочки мы съели за два дня. Что мы еще? Что, капуста? Пушеная. Тоже еще чуть-чуть осталось, но что-то гречка. Гречка прям вообще, я не знаю. Первый день мы поели, она была нормальной. Второй день я поела, Настя не ела, и меня прям аж стошнило. Именно от гречки. Я не знаю. Я больше не хочу ее есть. Не знаю почему. Почему так, я не знаю. Фу, как вспомнил, аж плохо стало. Ой, вчера же, как вы могли видеть. А, мы еще не высыпали, это вы хотели сказать уже. Не, а потом. Короче, ребята, очень ждем ваши комментарии, ваши какие-то советы, что как правильно поступить. Что нам сделать. Что это все значит. Будем ждать ваши комментарии. Кто не подписан на наш канал, подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, ставьте лайки, потому как лайки это продвижение нашего канала, мотивация продолжать снимать, потому что уже, честно говоря, ну, как-то желание снимать уже немного пропадает, потому что читаешь эти комментарии, это бред. Комментарии больше, чем подписчики. Подписчики как-то не особо приходят. Хочется, да, больше, чтобы больше интересного рассказывать. Ну, сегодня пятница, скорее всего, мы будем в эфире. Я не знаю точно, либо сегодня, либо завтра, в субботу, но по-любому будем в эфире. Посмотрим, что думаешь, мы сегодня увидим. В общем, сейчас мы пойдем, наверное, в магазин, что-нибудь купим, не знаю, посмотрим. Так что, ребята, все, до скорых встреч. Любим, целуем. Напишите комментарии. Да, очень удобно себя. Все, всем пока. Ну, выключай.